Рязанская область богата спортсменами международного уровня, и многие из них уже усердно готовятся к следующим летним олимпийским и паралимпийским играм, которые пройдут в Рио-де-Жанейро в 2016 году. 10 декабря в банкет-холле Виктори Холл состоялась церемония чествования лучших спортсменов, тренеров, представителей Федерации по видам спорта Рязани и Рязанской области по итогам года. Награждение было представлено в бразильском стиле. Гостей встречали девушки в бразильских карнавальных костюмах. В творческой программе звучали латиноамериканские мелодии. В начале церемонии участников торжественного собрания приветствовал губернатор области Олег Ковалев. Добрый вечер, уважаемые спортсмены, тренеры, руководители Федерации, общественники, которые сегодня здесь присутствуют. Сегодня мы собрались для того, чтобы почерствовать немножко, наградить наших лучших спортсменов, тренеров, представителей спортивной федерации, которые своей работой достигли высоких результатов, хороших результатов в этом году. Также Олег Ковалев сообщил, что в 2016 году начнется строительство центра единоборств. Кроме того, правительство региона намерено создать академию футбола, которая станет базой для профессиональных рязанских команд и для талантливого молодого поколения. Все 8 лет, которые я работаю губернатором, мечтал построить еще и, значит, построить центр художественной гимнастики. Я встречался и с Венером, и мы обсуждали, как этот центр должен быть выглядеть, как его спроектировать, как лучше сделать. Но не доходят руки никак, а наши художницы показывают великолепные результаты. И вот не хочется потерять их нам на этом пути, поэтому я думаю, что мы в перспективе обязательно построим... Далее состоялась церемония награждения памятного знака губернатора Рязанской области за успешное выступление на Всемирных Паралимпийских играх удостоены заслуженный мастер спорта России Мария Богачева и ее тренер Юлия Богачева. Мария Богачева подарила Олегу Ковалеву копию своей медали, завоеванной на чемпионате мира. Благодарность губернатора Рязанской области была объявлена тренером-преподавателем Галине Муравлевой и Алексею Панюшину, спортсменам Андрею Сачкову, Надежде Семеновой и Александру Спицыну. Документы и знаки мастер спорта России международного класса Олег Ковалев вручил дзюдоисту Андрею Волкову и гимнастке Ирине Шелохвост. Затем были вручены награды по итогам областного смотра конкурса за 2015 год. Здесь были отмечены 10 лучших спортсменов, чемпионов олимпийских видов спорта и 10 сильнейших спортсменов с ограниченными возможностями.